Всем привет! Началась конференция Devops.com 2019 и мы уже поймали первую жертву для записи наших шотов. С вами Роман Козлов и Учакин Алексей, а в гостях у нас Александр Зубнев из Grafana Labs. Саша, привет! Да, всем добрый день, доброго времени суток. Я Александр Забнин, работаю в Grafana Labs, занимаюсь непосредственно разработкой Grafana. Также я являюсь автором и мейнтейнером плагина для Zabbix. Наверное, многие меня знают именно так. Многие знают этот плагин. Да. Он уже, по-моему, попал даже в сам Zabbix. Ну, там, в любом случае, оно почти из коробки уже. Да, оно уже очень хорошо работает, в принципе. Как у тебя вообще начался твой путь в Grafana? Расскажи. В общем, все началось с того, что я работал сетевым инженером. Ну, не то, что прям сетевым инженером. Ну, сетевики не нужны, я понял. Да, да, да. В конечном итоге. Системным администратором, в общем, занимался эксплуатацией и в том числе занимался внедрением системы мониторинга. Тогда мы выбрали для работы Zabbix. И как-то так получилось, что не помню откуда, но наткнулся я на этот проект Grafana и очень мне понравились дашборды, особенно в сравнении. Большая ли у тебя инфраструктура была? Ну, на тот момент. Порядка нескольких сотен серверов и там сетевое оборудование, несколько десятков. Так, оператор или интерпрайз? Или вообще разработка? Это не так, это скорее государственная контора для собственных нужд, там было это все. Вот. И, в общем, наткнулся я на этот проект. Понравились мне очень дашборды и как-то я решил сделать так, чтобы данные из Zabbix каким-то образом туда попадали. На тот момент это была Grafana версии 1, я помню 1.9, по-моему. Ну, это был год 15 или что-то? Да, это был, по-моему, наверное, конец 14 или 15, я думаю, да, или конец 14, начало 15 года где-то. Так, вот как раз Grafana только-только вот начала там как-то взлетать в плане, ну, появилась на GitHub'е. Вот, и сначала я пытался как-то через, типа, экспорт данных там в Influx, потому что Grafana поддерживал тогда только Elasticsearch, потому что это был, по сути, форк Kibana, то есть проект, который, визуализация данных в Elasticsearch. Вообще, они EL Castell взяли, получается, за основу изначально? Они форкнули изначально Kibana, то есть просто Kibana, она работала только с EL Castell, а форк был направлен на то, чтобы прикрутить поддержку Grafita, в общем-то, потому что дашборды в Kibane были действительно неплохие, и задача была, насколько я понял, просто прикрутить туда Grafita. А потом уже получилось, что там есть Grafita, там есть EL Castell, отлично, давайте, будет еще Influx, и была там, я не знаю, это было взято из Kibana, или это уже было допилено впоследствии, это была, ну, некоторая поддержка там, ну, плагинов, скажем так, она не сильно прям была крутая, но можно было написать плагин, который позволял бы подключать какую-то... Что-то еще внешнее. В общем, я покрутился сначала с Influx, попробовал экспортировать там данные как-то из Zabbix, но так как в Zabbix данные хранятся в базе не слишком обогащенные, то есть там надо очень много... Ну, надо несколько таблиц дергать, да. Да, поэтому эта идея, она как-то загнулась, но потом я посмотрел, ага, там же можно как-то написать, попробовать плагин, у графана, у Zabbix есть API, поэтому я попробовал копать в этом направлении. Каким-то образом я нашел на GitHub какой-то полумертвый проект, в котором как раз какой-то человек там пытался законнектить как раз... Одно и другое. Да, ну, Zabbix я посмотрел, так, вроде кто-то пытается это делать, надо попробовать посмотреть, то есть там было на уровне, ага, мы можем дернуть, типа, там Zabbix API, указать item ID, у нас там появится графа, я подумал, что... Да, в принципе, то есть это возможно, то есть это можно сделать, но, естественно, в таком виде это никто не использовал, и вообще, в принципе, использовать это нереально, потому что надо делать какой-то удобный... Нормальное решение, да. Да, интерфейс, я начал как-то эту тему развивать, попробовал, ну, какой-то минимально рабочий продукт сделать, и, в общем, все начало как-то вроде как работать, я выложил это... А ты на чем-то уже писал к тому моменту, или же ты разбирался на ходу? Ну, вообще, я, скажем так, просто когда я уже работал, на тот момент я был системным администратором, ну, в работе там приходилось, конечно, там какие-то языки программирования применять, типа, там, Python, еще что-то, то есть на JavaScript я ничего не писал до этого, но я уже к тому моменту понял, что, скорее всего, следующую работу я хочу именно... Разработческую, программистскую. Да, да, уже связанную с разработкой, поэтому я решил как-то уже скиллы в этой области свои подтягивать, и как раз я искал в этот момент какой-то, ну, скажем так, проект, который я буду делать чисто для себя, и на нем прокачиваться. И как раз в этот момент так совпало, что я нашел проект, который был полезен в работе, и при этом, в принципе, почему не попробовать. В общем, я, когда все это уже дело доработал до какого-то минимального рабочего состояния, выложил на GitHub, оказалось, что это реально интересно. Плюс еще... Ну, я пользовался. Да, плюс еще этому поспособствовал как раз Илья, с которым мы сегодня на стенде. Как-то так получилось, что когда я уже, по-моему, выложил это на GitHub, вот только-только, как раз была только какая-то конференция, на которую приезжал Владышев Алексей, который директор, создатель Zabbix. И как-то так... Это митап, мне кажется, был... Ну, какой-то был митап, в общем. Я, мне кажется, тоже где-то в 15-16 году тоже был на каком-то из митапов. Еще бесплатно это все было, там такая дружественная обстановка была. Это, да, в общем, был какой-то митап, и мне как раз Илья, по-моему, написал... То ли на форуме Zabbix, что ли, мы общались, он написал, типа, отчеты, давай, типа, приходи и посмотрим, там, ну, пообщаемся вообще на эту тему. Как-то пришли, там скучковались несколько человек. Помню, там еще Вадим Нестеров был, он тоже там пользовался, тоже как раз у меня там активно, там, и на гитхабе писал. В общем, мы там что-то раз-раз законнектились и пообщались на эту тему. И, в общем, как-то так все закрутилось. Ну, я имею в виду сейчас именно про российское чистое сообщество, вот, потому что на гитхабе уже народ начинал там активно пользоваться и вообще там совершенно там с разных концов планеты писал. Какое количество было в то время уже скачиваний, установок? Ну, я не знаю, очень сложно по гитхабу там трекать, я даже не могу сказать, даже сейчас сложно сказать, потому что у нас есть статистика в графане своя. Сейчас по количеству скачиваний Zabbix сейчас один из самых популярных сторонних плагинов вообще для графана, потому что, понятно, там сначала идут Prometheus, Flux, там, Elastic, то, что... То, что было, и то, что есть. Непосредственно, да, в графане, во-первых, во-вторых, то есть, ну, это не надо никак устанавливать, и то, что уже было давно. А вот среди сторонних, да, Zabbix, наверное, один из самых популярных плагинов, это сообщество. То есть, а тогда, ну, мне сложно сказать, я просто начал уже смотреть, что на гитхабе люди пользуются, они открывают какие-то тикеты, там, ставят звездочки, плюс там есть некоторая внутренняя статистика по репозиторию, тоже можно посмотреть. И я смотрю, что, да, люди пользуются, то есть, в принципе, продукт... Людям зашло. Да, они безнадежные, то есть, надо работать в этом направлении, как-то развивать. И вот тот момент, как раз я уже, так как документации нормальным к плагинам не было, то есть, но исходники открыты, пожалуйста, там были какие-то примеры, смотришь на то, что уже реализовано. Да, да, когда мы распространяем бесплатно, ребята, пользуйтесь бесплатно, как есть. Единственное, естественно, так как нет документации, я там начал, уже подписался на эту рассылку, там, от Grafana, там, Google Groups, по-моему, было обсуждение, начал терроризировать там Торкеля вопросами, как сделать то, как сделать это, потому что некоторые вещи, они были довольно неочевидны, то есть, приходилось спрашивать у разработчика непосредственно, вот, как там делать. И, в общем, в тот момент уже был какой-то контакт там с людьми. Тогда Grafana еще, вот в тот момент, она еще не была никакой, ни компанией, то есть, это просто был какой-то там... Открытый проект. Опен-сорс проект, в общем, он его тоже использовал, по сути, на работе. То есть, он его делал для того, чтобы на своей работе это делать, но когда, понятно уже количество людей, которые это используют, оно достигло какой-то критической массы, уже стало понятно, что... Нужна поддержка. Да, как просто, как его такой, как сайт-проект, делать его уже невозможно, то есть, либо надо уже создавать нормальную компанию, нанимать людей и заниматься... Либо же забивать и выкидывать это совсем в обзор. Либо оставлять, как есть, а дальше, ну, как правило, такие проекты, они... Почуть умирают. Ну, да, сложно все-таки, то есть, ну, нужно, чтобы какая-то компания была, которая координирует деятельность, сообщество никто не отменяет, то есть, люди все равно... Это какой год, 17-й, наверное, 17-й или 17-й? Нет, компанию они, наверное, создали как раз вот, либо в конце 15-го, наверное, да, в конце 15-го, то есть, я уже помню, когда в 16-м году они выпускали уже в начале 16-го года Grafano версия 3, ну, в 15-м году была вторая версия, там прикрутили уже бэкэнд, уже, то есть, избавились от Elastic Search стека как бэкэнда, потому что без этого Grafano не работало, то есть, нужен был ELK, чтобы хранить дашборд. Да, 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 была такая тема. Так как это был форк, это такое легоси было, уже во второй версии прикрутили бэкэнд полноценный на Go, можно стало хранить хотя бы все конфигурации, дашборды, все без сторонних каких-то продуктов. А в 16-м году вначале они уже начали, там, третью версию, и как раз со мной связались представители Grafano, предложили такое, типа, скажем так, взаимодействие. Я дорабатываю свой плагин для Zabbix под третью версию, потому что они там делали много очень изменений. Да, в инфраструктуре плагинов, плюс они там сделали, скажем так, новый тип плагинов, то есть вот application, то есть раньше были источники данных, то есть ты мог что-то подключить, потом там были панели, но они не были как плагины, по-моему, и, в общем, вот добавили отдельно. Там как-то надо было это руками все делать, то есть плагин подключил, а потом это все накидываешь руками. Да, довольно сложно, то есть они работали как раз над тем, чтобы создать какой-то типа marketplace для плагинов, сделать более это все человечным для разработчиков, и как раз они со мной связались, предложили, чтобы я доработал, чтобы это было все хорошо работало с новой версией Grafano, и они типа в marketplace размещают там Zabbix, ну типа, наверху, грубо говоря, то есть делают такой промоушен небольшой. А как вообще это было? Это было на добровольных началах, или же это уже какое-то коммерческое самодействие? Это было на добровольных началах, то есть еще причем до этого они мне написали, пригласили меня на конференции в США на Grafano, который первый раз они проводили, но тогда я не мог поехать, в общем, мне, короче, ну вот этот модель... А билеты ты хотя бы обещали оплатить? Все, билеты. Да, все прям полностью, типа приезжай. Да, то есть они написали, все, приезжай, выступишь, я говорю, я не могу. Не мог я на тот момент, у меня до сих пор там есть проблемы из-за того, что я работал в государственной компании, есть проблемы там с выездом за границу, но в следующем году, я надеюсь, у меня... Эти проблемы снимутся. Да, снимаются. Там с радости просто выходят. Поэтому я постараюсь в следующем году куда-то уже поехать. Нет, слушай, это клево, когда вот сначала ты делаешь что-то по фану, а потом тебе за... Да, да, и причем... Когда у тебя началась именно уже полноценная работа в графане, или она... Вот после того, как они мне предложили вот такую, типа, промоушен-сделку там с абикс-плагином, я что-то так подумал, я на тот момент уже, у меня последний год на работе оставался, я уже, ну, знал точно, когда я ухожу, я думаю, а почему нет? Я у них спросил, а может быть у вас есть какая-то, типа, там, работа на пардайв, то есть я объяснил, я сейчас, ну, работаю, ну, постоянно занятость, я не могу полностью там работать, но может быть у вас какие-то там есть работа там, частично занято все, они такие, да, да почему нет? Вот, в общем-то, поэтому где-то уже за, наверное, в середине 16-го года мы уже начали сотрудничать, я начал заниматься там разработкой плагинов различных для Агрофана, которые они уже собирались. делались, скажем так, на продажу. Сколько же твоих плагинов там уже сейчас? Во скольких ты поучаствовал? Ну, я делал точно так, когда я пришел, ну, что-то занимались, что-то я делал точно для WorldPink, ну, который потом... Ну, вообще сейчас, получается, я работаю там над Splunk, Data Source там для Splunk, Oracle, да там куча всего, наверное, все, которые у нас идут, как премиум плагин, практически все... Во всех участвуешь? Да, ну, частично делаю, то есть плагины, наверное, до этого года это у меня была такая одна из основных, скажем так, направлений работы. Ну, так как, естественно, сразу я пришел, у меня есть уже плагин готовый, то есть я знаю, как разрабатывать, естественно, первые какие-то задачи, логично, что были по плагину, то есть я какие-то делал доработки, делал что-то новое. Ты сейчас там на фулл-тайм, или ты просто... Сейчас я на фулл-тайм уже работаю, где-то, наверное, вот с 17-го года, получается. То есть чисто на графанах? Почти три года, да. А как у ребят вообще монетизация? У них премиум-плагины, через плагины идет монетизация? Монетизация построена, наверное, как у большинства open-source проектов, то есть у нас есть... Поддержка, наверное. Есть платная поддержка, есть enterprise-версия, то есть версия такая... Ну, как правило, у нас сейчас... Кстати, я не сильно знаком с enterprise-версией. Это когда тебе все ставят, все настраивают, а ты только хотелки. Нет, не совсем, не совсем. Enterprise-версия – это просто версия графана, в которой есть дополнительный функционал, который, как правило, интересен большим клиентам. То есть это дополнительные методы аутентификации, синхронизации пользователей, лдап. По-моему, что там он был из коробки. Лдап есть из коробки, но нет синхронизации пользователей. А, надо руками его как-то туда подтягивать. Да, да, да. То есть в enterprise как раз есть функционал, который интересен людям, у которых там инфраструктура и куча там пользователей. И не хочется в этом копаться. Да, да, то есть уже готовые вещи. Там есть более расширенные модели там прав, там, пермишивы, там, для источников данных. Ну, понятно, для одних, для других, для инженеров. Короче, как правило, это не то, что там есть какие-то там прям киллер-фичи, которых прям вообще нет. В open-source проекте, именно связанных там с визуализацией, это просто больше про больших клиентов. Ну, понятно, то есть клиент, который приходит, ему нужно, чтобы это работало, а не чтобы у него сидели инженеры и пилили это все. Да, плюс еще у нас есть клауд решение, то есть это хост от графана, то есть вы просто, скажем так, пишете данные, какой-то end-point графана клауд, а именно организации хранения, отказы в стоимости. Да, занимается именно компания. То есть это для тех, кто не хочет у себя что-то там настраивать, если не секрет, вы тоже на каком-то облачке сидите? Ну, это сама графана клауд, или секрет? Я сейчас точно не скажу, какой, боюсь просто соврать, но какой-то один из крупных. Ну, понятно. Один из трех. Либо Amazon. Azure, Amazon. Да, то есть он... Ага. То есть понятно. Это точно не Azure. С Azure, кстати, тоже у нас, Microsoft сейчас клиенты, они делают вот как раз, мы делаем дата-сорс вот этот для Azure, для их облачных вот этих там систем, для системы мониторинга, для их облачных решений. Вот он тоже вот уже сейчас, уже, по-моему, есть он в графан-корте, то есть в основном списке. То есть у нас как бы был такой, скажем так, план поддерживать вот эти топ, все основные крупные провайдеры облачных решений. То есть чтобы они из коробки работали. А как, кстати, в России с офисом? Или офиса нету еще? Нет, офиса нету. Я как контракт, как контрактный работник. А еще кто-то в России есть из участников графан-лапс? Ну, получается, сейчас я единственный разработчик из России. У нас где-то полгода работал парень тоже из России, но сейчас он уволился. Понятно. А как вообще с российскими клиентами происходит взаимодействие? Я, если честно, вообще не знаю. То есть это вообще не есть российские клиенты, или нет, я точно знаю, что у нас был Яндекс клиентом, и я делал для них просто такой тренинг, типа обучение. И больше я даже не знаю. То есть российский рынок, понятно, для компаний, которые там только-только начинают развиваться, это вообще не стратегический рынок ни разу. То есть, скажем так, если есть клиенты, то мы работаем с ними как со всеми. У нас нет русскоязычной поддержки, чего-то такого. Ну, понятно. То есть я могу, я проводил там Яндекс специально, заказывали там, например, обучение, потому что они знали, что я там работаю, я могу провести обучение на русском языке. Это, скажем так, наверное, единственная... Это бонус был. Да, была такая вещь, которая... Ну, то есть к тебе можно обратиться, если чего, по обучению. Да, конечно, есть. Ну, там обучение, конечно, не самое там дешевое. То есть это, как правило, там надо какой-то, типа... Это будет к тебе как не к частному лицу, а к тебе как к участнику компании, верно? Да, да. То есть это все через компанию, если вы хотите обучение. Да, это как типа опция дополнительная. Если человек в России, я могу провести обучение на русском языке, если кому-то очень там интересно хочется. Митапа, конференции проводите в России? Нет, у нас вот конференция есть основная. Это в США. И вот, по-моему, с прошлого года еще начали делать в Европе вторую, то есть две конференции. А большая, маленькая вообще? Так смотрел, не смотрел? Я смотрел, но народу так прилично. Я не знаю, как... Понятно, не конференция от Microsoft или Google. Нет, ну так, плюс-минус 300, 500, тысячи. Ну, я думаю, да, вот где-то около 500. А есть идея приехать, допустим, на, не знаю, там, на UpTime, на Big Monitoring, на Metap? А я приезжаю. Просто последние разы что-то как-то у меня не складывалось. Я думал, в отпуске был еще как-то. У меня обычно ребята с Big Monitoring, там, потому что я в Питере, они меня приглашают всегда рассказать или хотя бы просто прийти пообщаться. Александр, а здесь как? Какими судьбами? Просто так, как я уже рассказывал, я пока не могу за границу ездить. Решил, что пока я куда-то не поехал, может быть, попробовать поучаствовать именно на конференции как-то в качестве... Ну, как от лица компании, ну, поставить стенд там, постоять, пообщаться с людьми, потому что до этого я тоже приезжал на вот конференции, которые организовывают понтика. Ну, обычно я просто как участник ездил. То есть я там делал метапы, в принципе, мы там с людьми общались, просто решил как-то более, так скажем так, официально попробовать. В принципе, спросил... А у тебя здесь выступление какое-нибудь будет? Нет, здесь ничего я не планировал. Можно, в принципе, запланировать метап, но, с другой стороны, если у нас есть стенд, это только просто, чтобы людей собрать. Нет, это чтобы с людьми пообщаться. Потому что это можно на стенде, в принципе, сделать. Метапы – это же очень хорошая вещь услышать отзывы людей и услышать идеи людей. Да, но именно поэтому я решил попробовать сделать стенд. Потому что видно, что вот есть компания, можно подойти, что-то спросить. Я надеюсь, люди не будут стесняться, будут подходить, потому что какой-то фидбэк получить – это всегда ценно. Активность на стенде – это чисто твоя инициатива, да? Да, это чисто моя инициатива, потому что, в принципе, как я говорил, у нас Россия – это вообще не стратегический рынок. Ну, то есть ты просто приходишь к ребятам из «Графана» и говоришь, что, чуваки, я вот хочу здесь на конференцию, мне нужен стенд, там, вот так вот. Ну, я хочу стенд, то есть есть у нас такая возможность, есть у нас деньги. Ну, я думаю, что есть вариант. Ну, в принципе, да. Нет, я хотел в прошлом году еще сделать что-то подобное, но тогда уже и бюджет был распланирован, конференция там в конце года уже, и как-то что-то не сложилось, ну, ладно, то есть это не какая-то суперпроблема в этом году. В принципе, и спросили тут. Очень здорово, на самом деле. Я прям восхитился. Я помню этот плагин, я не следил за этим плагином. Ну, 15-й год так уж точно. Я так это с гитхаба скачивал, ставил, мне все нравилось. Ну, мы, как Zabbix запустили, практически сразу же… Ну, сразу же к графану, потому что в Zabbix такие графики, либо на них вообще не смотреть и смотреть только на то, что там, я не знаю, тебе в телегу сыпется, либо же придумывать что-то еще, потому что… Да, тут даже проблема, наверное, не столько в самих графиках вообще, в организации дашбордов, очень сложно. Да-да-да, там какие-то дашборды собирать, они потом как-то здесь надо побыстрее, здесь надо побольше, здесь поменьше, это все, а там типа одна ветка по времени, и у тебя все такое… В принципе, это и была причина, почему я начал этим заниматься, потому что меня тоже устраивали Zabbix с точки зрения там алертов всего, у нас настройки именно там, оповещений, то есть, когда что-то сломалось, все, я вижу, но вот сделать нормальный дашборд, чтобы я мог посмотреть, открыть и увидеть там… Ну, чтобы на телевизоре висит все и красиво показывать. Да, вот у меня есть какой-то сервис, мне надо посмотреть, как он работает, оценить просто… Это как обычно начальство требует, никто не слушает, ну вот выведи мне на телевизор, покажи зелененькую кнопочку, все работает. Именно оно и есть. А в Zabbix нет, в Zabbix там такая простыня, будет такая типа, у нас 800 проблем каких, ну из них там 100 критичных, и 700 так себе. И при этом при всем понять... И они все еще не помещаются на вот эти... Да-да-да, ты потом берешь маленький экран, делаешь такой все меньше, 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 и уже так в пяти метрах уже, ну в принципе тут какое-то пятно. Не, Графана позволяла это сделать и позволяет до сих пор. Не, Графана, да, Графана в плане реализации, это, конечно, да. Александру вообще большое спасибо за плагин. Вот, на самом деле. Ты сообществу сделал... От благодарных пользователей вообще вот прям... Очень много всего, потому что, ну, как бы, многие компании пользуются. Я в том числе пользуюсь. У меня телевизор, правда, украли. Ну, украла другая часть моей компании. Сказали, так, Рома, ты на него не смотришь, ты к нему спиной сидишь, и унесли. Но в целом, как бы, у нас Графана стоит, все туда собирается, но она сейчас немножко в скрытом находится под водой. А так вообще очень-очень круто, очень крутой опыт, вот, на самом деле. Хотя я сейчас смотрю, конечно, на то, что вот только я начинал, когда я делал, я вообще не понимаю, как этим можно будет пользоваться. Да можно было нормально, как open source. Да. Это каждый раз, ты когда смотришь на свой кольт, там, двухлетней давности, знаешь, открываешь, так, кто это писал, как это могло работать, да? Нет, оно работало. Нет, понимаешь, история в том, что ты вот приходил, там, когда ты что-то там наляпал, да, ну, свою задачу пришел, закрыл, как бы, оставил, оно вот работает, кто-то этим даже пользуется, и через пару лет возвращаешься, ой, оно еще живое. Кто этим пользуется? Этим кто-то пользуется, да. Я тут налепил что-то на гитхабе, выложил, сам, ну, как бы, это был прототип, ребята. Это чистые воды. Потом такой смотришь, там, куча народу, куча форков, думаешь, нифига себе, здесь движуха-то идет. Или потом к тебе обращаются, Роман, а как этим пользоваться, вот если я это сделаю вот так? Ты такой, это работает вообще? Круто, давайте посмотрим. И, в принципе, я изначально, когда выкладывал, я уже понимал, что если делать какой-то рабочий продукт, надо... Поддерживать, надо за это отвечать. Надо делать не так, как, ну, я просто вижу, что многие люди, они что-то сделают, типа, выкладывают, типа, на гитхаб, типа, open source, все, типа, люди пользуются, но это так не работает. Мне нравится, это, it's work, описание, типа, это, ритми, it's work, думаешь, окей, и там, make file, лежит такой, окей. То есть, я просто понимал, что нужно обязательно тратить время на документацию, потому что без этого... Хотя бы минимальную какую-то. Ты сам загуляешь просто потом. Конечно, нет, потом ты такой, it's work, окей, как я это сделал. что иначе это будет... Ваш history. History, да, точно. То есть, это будет какой-то продукт, который, да, он любит, я им могу пользоваться, но другие люди не могут, потому что они просто не знают, какие-то причины. Нет хорошей документации, какие-то баги. А еще, оказывается, там нужно было вот этот файлик там подложить. А еще библиотечки вот этой не хватает. Да, я забыл, в любви написать, знаете, точно. Поэтому, конечно, я изначально уже старался сделать так, чтобы это было в каком-то виде, который реально можно использовать, если бы была какая-то поддержка, я там отвечал уже на issue, которая там... Нет, ну это круто, круто было. Кстати, а монетизация этого плагина не планируется? Он как был изначально open source, и так сказать, или какой-нибудь, я не знаю, может быть, сделать какой-нибудь там, типа, плагин, который все сделает за тебя. Такой брум, графики сразу, все там красиво. Называется Prometheus. Ну да. Ну, я думаю... В графану. Это же нормально. То есть сейчас уже... Где есть Zabbix, там рядышком Prometheus где-то ковыряется, где есть Zabbix, там рядышком графана ковыряется. с другой стороны, вот помнишь же, мы это самое, к ребятам за ТВАД приходили, они же рассказывали, что к ним раз в месяц приходят очередные ребята, которые говорят, мы вот сейчас вам out of the box, вот все сделаем, все само. Ага, сейчас. Не работает само. Да нет, в плане монетизации, да, вопрос хороший, я иногда думаю, об этом, но, как правило, просто не хватает времени, мне не хватает времени даже просто, чтобы там иши подразобрать, какие-то там вещи критичные делать. А, то есть у тебя как-то загрузка такая, что тебе сейчас приходит? Ну, там просто я открываю гитхаб, я вижу там за неделю там открыто, я не знаю, там 10-20 новых иши, а у меня еще старые там под сотни висят, которые уже все промаркированы, которые открыты в том плане, что это теоретически это уже можно делать. То есть я просто такой смотрю на этот список, ну, это на самом деле это любой опенсорс проект. Трогу каких-то коммитеров привлекать еще или опенсорс одного человека? Ну, не то, чтобы привлекать, я не оказываю, там люди присылают. Опенсорс компании Grafano Labs. Люди присылают полуреквесты, но основная проблема в том, что, как и я сам начинал, то есть это пользователи в основном инженеры, это не инженеры, которые в прямой линейке подходят. Нет, в смысле, они занимаются эксплуатацией, они не программисты. Да, да, да. Ну, я говорю, поэтому они закрывают 80% полуреквестов, которые присылаются, они вообще, ну, в том виде, в котором они есть, они не готовы, потому что нажать кнопку, там, и, там, очень, как правило, все плохо. То есть я, какие-то вещи, которые... Ну, как это обычно бывает, человек везет свою проблему, в конкретных условиях, как бы, а что-то они краще будут, тебя уже не силивало. Вот, именно о том и речь. А потом эроры, знаки вопроса такие. Ну, плюс еще... Если ошибка, то пустота. Да, то есть сложно, сложно такие вещи принимать, когда я вижу, что потенциально, да, из этого что-то можно извлечь, я стараюсь обычно по правильному делу, то есть я беру к себе, типа, в свою локальную ветку это мерджу, делаю какие-то там изменения, правки, и типа отправляю. То есть видно, что человек, типа, он как... Майн-трейнер был, ну, коммитер, то есть он... Коммитер, да, не майн-трейнер, коммитер, да. То есть именно его, не то, что я там беру его идею, переписываю заново, но, как правило... Ну, как минимум, исправляешь, поправляешь что-то. Да, да, то есть хотя бы оформление кода, какие-то вещи, может быть там, которые не очень хорошо написаны. Стараюсь, конечно, такие вещи делать, но все равно. Во-первых, таких полу-реквестов вообще не очень много, то есть, конечно, нет... Нет, ну, я хочу сказать, что оно работает, понимаешь? Может быть, в этом и дело. Если бы оно бы не работало... да, нет, конечно, какие-то вещи, которые критичны, если что-то не работает, я это стараюсь... Это первым делом, да. Конечно, поэтому на фиче остается меньше времени, но все равно как-то... у меня есть какое-то видение, скажем так, как это должно выглядеть, потому что сейчас проблемы есть, в принципе, их можно решить, потихоньку... Вот недавно, кстати, не знаю, что из этого выйдет, со мной связалась одна компания, они сказали, что так и так, мы пользуемся твоим плагином, но у нас есть типа critical issues, который нам вообще вот очень плохо, но у нас есть свободные инженеры, мы можем выделить... Ну, тебе его, да. Да, то есть, может быть, мы можем чем-то помочь, там, написать код, я вот как раз пару недель назад засел, это связано как раз с аутентификацией, там, то, что сейчас, ну, у Zabbix такая модель аутентификации, что, к сожалению, если я его хочу прикрутить к графане, я должен пароль на фронтенд отсылать, никак от этого не избавиться, и одно решение только есть, сейчас как раз у нас есть backend flagging, то есть, перенести все это дело аутентификацию на backend, сейчас графан это позволяет, просто надо начать переписывать... Да, ну, потому что мне надо отправить в API Zabbix запасы на аутентификацию, весь плагин работает на фронтенде, поэтому любой сетевой там сканер, ты... Это все вытащит, либо это должно быть на внутренних сервисах, где-то, если, он, человек, если запустил в браузере, он уже это увидит, то есть, в своем браузере, это не важно, потому что аутентификация идет из браузера, и никакие современные, ну, скажем так, более защищенные методы не поддерживаются, типа там всяких токенов, то есть, в Zabbix можно было бы, в принципе, это там как-то решить, но, ладно, это... Это вопрос еще и к Zabbix. Это, ну, в плане, с моей стороны, это решаемый вопрос, просто нужно время, вот сейчас я как раз выделил, посидел там несколько дней, накидал прототип бэкэнда, в принципе, это работает, аутентификация через бэкэнд работает, пароль больше не уходит на фронтенд, все отлично, я там насоздавал задачи, ну, посмотрим, там сможет, эта компания там... Ну, понятно, ждем обновления. У них как раз, они сказали, у них инженеры, которые на GoLang пишут, все, бэкэнд на GoLang, сейчас посмотрим, как получится из этого что-то полезное сделать, вот это как раз такой пример, когда у компании, может быть, у них нет возможности там что-то оплатить, да и даже, если они заплатят, у меня, может быть, нет столько времени, нет, нет столько времени, чтобы этим заниматься. дело еще во времени, то есть, да, у них есть свободное время, есть свободные инженеры. И есть задача, которую необходимо решить. и это потом, соответственно, вернется в стрим, Я сейчас не хочу ничего загадывать, там, как это будет, это все, то есть, вы с ними не обговаривали еще вопрос, как это потом вернется, не вернется? Нет, это, естественно, будет все open source, это без проблем, просто, вопрос больше, вопрос больше, времени, успеют они сделать, насколько это будет качественно, потому что они не, они не разработчики плагинов для графана, они не очень знают, то есть, пока они разберутся. Ну, да, есть масса вопросов. Ну, хотя бы, если как, ну, спасибо большое. Спасибо, да, очень круто. Во-первых, я думаю, что можешь даже как-нибудь прийти к нам на подкаст, мы, на полноценный, да, учитывая, как мы бодренько тут говорим, то нам, я думаю, на пару часов на эту тему хватит. опять же, мы еще все-таки думаем на тему подкаст, какой-нибудь про мониторинг по максимуму. Когда-нибудь мы его сделаем. Когда-нибудь мы его сделаем, там, на самом деле, это все у нас идет уже достаточно давно, вот, не знаю, в какой ветке админской или сетевой, но в целом, как бы... Ну, так или иначе, Саша, спасибо тебе большое. Да, очень классный опыт. И очень большое тебе спасибо за твой плагин. Да, за плагин. Отдельное спасибо. Все. Спасибо. С нами был Саша Замнин, Grafano Labs. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пока.